Там за туманами карьер по добыче ископаемых. Добывают щебень и известковую муку. Стоило нашей съемочной группе подъехать поближе, техника остановилась. У нас вообще там работает карьер, там находится у нас. А здесь что делают? Не, да, вот здесь что делают. Здесь работают, это наше место. Где земля промышленного значения, а где сельскохозяйственного, по внешнему виду определить сложно. Специальных огораживающих знаков здесь нет. Добыча должна вести строго по кадастровой карте. Здесь вот мы переходим, получается, границу промышленности и сельхозки. Инспектор Росельхознадзора исследует масштабы раскопок. На кадастровой карте четкие границы участков. Где-то компания перешла разумные границы на несколько метров. Ориентировочно где-то метров 5-7. А где-то и все сотни. Где-то 500-километров осуществляется непосредственно добыча. Кроме того, на месте копатели организовали целый склад стройматериалов. На земельных участках сельскохозяйственного значения осуществляется складирование щебня и получается переработки муки, что является порчей земель. Карьер принадлежит казанской фирме «Акрополь». Руководство на месте не оказалось. В телефонном разговоре директор сообщил, на раскопке лицензия на руках. Это подтвердил и инженер. Лицензия все есть, как положено, что с 12-го года. Лицензия может и есть, но участок, возможно, не переведен из категории зельхозназначения в промышленную. Это уже установит проверка. На место выйдут инспекторы и возьмут образцы почвы на анализ. Юрлицу грозит штраф до 700 тысяч рублей. Если подтвердится факт порчи земли, компания должна будет выплатить ущерб. С начала года на таких добытчиков подано 8 исковых заявлений в суд. Анна Городнова, Андрес Интальцев, ТНВ, Пестричинский район. Редактор субтитров А.Семкин